Итак, ребята, я всех приветствую. Это у нас будет еще один небольшой заход. Я думаю, минут на 40. Ну, наша основная задача посмотреть, что будет в 21.00, когда закончится рабочий день. Куда мы пойдем спать, потому что денег у нас, конечно же, нету. И, в общем, вот. Так, для начала, как я и сказал, нам нужно попытаться перкнуть вот этот телефон. Да, только он у нас уже сейчас заблокирован. Мы его сейчас разлочим через быструю загрузочку. И попробуем все-таки. 28, ну-ка. Нет, нет. Сейчас за кадром еще разик. Замечательно. Со второй попытки. Машина прогладывает монету. Твои пальцы пробегают по панели с кнопками 005. Это код Ревошоле, 4952. И после некоторого колебания последние цифры 993. Набор номера. Набор номера. Продолжается. Затем раздается треск. Кто-то берет трубку. Из трубки раздается Ревошоль видео. Круглосуточный прокат. Мы выдаем на прокат фильмы на 8,10 мм пленке. Только для домашнего просмотра. Меня зовут Лэми. Чем могу помочь? В голосе юнца на том конце провода столько же энтузиазма, как у человека, идущего на виселицу. Что это за место? Круглосуточный прокат Ревошоль видео. Мы выдаем на прокат... Меня зовут Лэми. Ты меня знаешь? Нет. А ты не знаешь, что это место значит для меня? Не знаю. Это видеопрокат. Может, вы брали у нас кассеты? А почему я тебе позвонил? Может, позвонили, чтобы продлить прокат? Вам нужно продлить прокат? Может быть, но я даже не знаю, как меня зовут. Если вам нужна помощь с кассетами, вы можете зайти к нам в прокат на углу Voyager Remain. В голосе начинает звучать раздражение. Я не могу вам помочь по телефону. Это все? Он думает, что ты прикалываешься. На том конце положили трубку. Ты слышишь только неприятный сигнал разъединения. Ну, неплохо. А, 21.15 уже. Однако. Угу. И чё? Есть. 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 Мы осмотрели место преступления. Теперь я хочу побольше узнать об упомянутом тобой писькомерении. Да. Что тут говорить? Идиотизм. Ну, какого рода идиотизм? Полицейский идиотизм. Участки не могут разобраться районом, чего является Мартынос. Джемрака или грузового порта. Наш он или ваш. Будто части города нам принадлежат. Типичная гопническая логика. Поэтому мы позволили профсоюзу изображать тут пародию на силы правопорядка. Ну и теперь всё это пришло к логическому завершению. А то есть противостояние идёт на то, кто правит Мартинезом. Ну, в некотором роде. Спор не столько о том, кто будет наводить порядок Мартинезе, сколько о том, кто должен. Это непрекаянный район. Думаю, на пульте рассказали о повешении обоим нашим участком. В 57-м был полный фурор, скажу я вам. Говорили, мол, наконец-то пора порешать. Объявляется дуэль участков, но он предвигается. Заверяю вас, дело тут не в том, что я самый лучший или крутейший коп, раскрывающий 102 дела. Просто я наименьше заинтересован вмерение пиписиками. То есть он сам вызвался представлять 57-й участок, но не из соревновательного духа, а наоборот. А чем Мартинез такой особенный? Мартинез? Да ничем. Обычно лужится в конце сливной трубы. Район никого не волнует. Это спортивный интерес. Большинство наших коллег даже не знают, как сюда добраться. Все, кто к северу от развязки... Всего, что к северу от развязки, не существует. Ага. То есть ты вызвался участвовать, чтобы сорвать соревнования? Или нет? Интересно, что говорят обо мне? Ну, то, что мой участок послал именно меня. Хм, он поднимает бровь. Лучше сам скажи. Хм. Вижу только один вариант. Я лучший коп на участке. Герой, отправленный сюда, превзойти тебя абсолютно во всем. Ха-ха-ха. Ну, наверное, пусть будет. Смешная шутка. Он не думает, что это смешная шутка. Ну да. Шучу. Не переживай, я не собираюсь с тобой соревноваться. Хорошо, что мы с этим разобрались. Угу. Так. То есть ты вызвался участвовать, чтобы сорвать соревнования? Да, я бесстыжно ломаю кайф, лейтенант. Я доволен... Лейтенант явно доволен. Угу. Хм. Так. Шутки про самоубийство. Ну-ка. Есть. Ну, тут легко перкнуть даже, не отходя от кассы. У нас это получится. Есть. Угу. Взгляни на себя. Это потому, что ты полное ничтожество. Тебя послали, чтобы оскорбить 57-й участок. Потрясающе. Логика работает. Ммм. Чего? Нет. Быть такого не может. Сам подумай. Ты запойный алкоголик, явившийся на дело с трёхдневным опозданием и спорящий с собственным галстуком. Тебя явно не за победой послали. Хм. Ким, а что если участок послал меня, потому что я лошара кончу? Ну, типа смеха ради. Я об этом думал. Серьёзно, отвечает он. То есть так оно и есть. Это было бы с их стороны отвратительно. По-человечески, просто непрофессионально. Но вообще, я думаю, что это маловероятно. Почему это? Я проверил архив. Конфликт юридический. Чей Мартинес тянется с тридцатых? Он ровесник твоего участка. И всё это время мы не можем разобраться, чей же Мартинес. Да, думаю, оба участка хотели бы выиграть. Ага, то есть ты всё-таки лучший из своих. Ничего я не лучший. А я что, похож на надёжный вариант? Надёжный? Нет. Но вы не молоды и чего-то добились. Чего-то... Чего-то вам в этом помогло. Мы только начали работать вместе, так что я пока не знаю, что именно. Но оно есть. Так что нет. Не думаю, что вас прислали смеха ради. А если и да, их ждёт сюрприз. Угу. Угу. Вокруг неподвижные гигантские машины. Сигаретные бычки здесь, пачки три не меньше. Множество пустых бутылок из-под красного командора. И пильзнер крепкое. Целая куча винных бутылок блестит под дождём. Кто-то здесь неплохо отжигал. Хм, погоди, насколько не слабо. Ну, было прикончено шесть бутылок пильзнера крепкого. И три бутылки красного командора. И почти четыре пачки сигарет. Предполагаю, что очень не слабо. Хм, это всё я? Хм, лейтенант смотрит на тебя, а потом на бутылки. Да, думаю, мы можем с определённой долей уверенности сказать, что это болевые. Хм. Хм. Хм, похоже, я неплохо повеселился. Совершенно, совершенно, совершенно не похоже. Лейтенант поворачивается, чтобы уйти. Давайте займём, займёмся чем-нибудь другим. Угу. Будка ночного охранника. Это будка ночного охранника. Табличка гласит. Рене, арно. Угу. Так. Я быстро гляну, что тут. Если настаиваете, оглядывается вокруг лейтенант. Но побыстрее, пожалуйста. Мы здесь у всех на виду. Ты не находишь никакого криминала. В шкафчике чисто и всё это... Чисто... Всё это немногочисленное содержимое аккуратно разложено. На столе стоит фотокарточка в рамке. Ну-ка посмотрим её. Это чёрно-белая фотография молодой пары на уличной ярмарке. Темнокожий юноша одет в мундир королевских карабинеров. Девушка весело улыбается в объектив. Для чего вы её взяли? Спрашивает лейтенант, взглянув на фотокарточку. Я же коп. У меня инстинкт собирать улики. Хорошо, кивает он. Но пошевеливайтесь. Нельзя, чтобы увидели, как мы тут копаемся. Угу. На контейнерах нарисованы белые сосны, как будто заснеженный лес. Множество галогеновых глаз фонаря наблюдают за тобой, издавая низкий гол. На платформе видна потёртая надпись. Квал Сунд. На артском означает фьёрд китов. Ещё одна штука. Ага, денежки. На верфи царит необыкновенная тишина. Огромные машины спят. Выцветшая панель управления с несколькими кнопками. Две из них, алюмер и тендра, почти стёрлись от частого использования. Кажется, отсюда можно управлять этим огромным краном. С крюком, которого свисает контейнер. Алюмер включить, это выключить. Кран с громким лязгом поворачивает стрелу, перенося огромный металлический контейнер. Так. С неожиданно тихим стуком контейнер опускается на землю. Кран был построен с определённой целью. Переместить этот контейнер. И эта цель достигнута. А что в этом контейнере? Кто может сказать? Но ты уверен, нечто необычное. Не понимаю, из-за чего был весь сырбор. Он смотрит на кран. Хотя, конечно, увидеть кран в работе было очень приятно. Кран не возвращается в изначальное положение. Он вообще не двигается. Перед тобой грузовой контейнер, такой же, как множество других на площадке. Ким, мне кажется, это необычный контейнер. Правда? Потому что мне так не кажется. А почему? Здесь миллион других контейнеров. Почему вы зациклились на этом? Этот был подвешен на кране. Вы просто выбрали его случайным образом, потому что вам хотелось взаимодействовать с грузовым контейнером. Мы здесь не для того, чтобы разговаривать с контейнерами, а для того, чтобы допросить председателя профсоюза. Ага. Постучать в дверь. Раздаётся глухой металлический звон. Похоже, в контейнере ничего нет. Открыть. Ты пытаешься повернуть ручку, но без толку. Похоже, здесь запорный механизм. Слева от тебя лейтенант в некотором недоумении пытается проанализировать твои действия. Это, конечно, вряд ли. Опа. Ещё денежки. Громкоговоритель не издаёт ни звука. Сейчас расположенное ниже что-то там не написано. Из раскинувшейся перед тобой пропасти исходит мускусный запах топлива и ржавчины. Перчатки. Ух ты. О, теперь я прям ебать сыщик вообще до хера. Чёрно-белое фото. Ага, мы это читали. Ещё деньги. Термос промышленных размеров. Пахнет горелым кофе. Ещё деньги. Баннер растя... Контейнер, контейнер, контейнер. Баннер растянулся под весом дождевой воды и снега. Понятно. Так. Он напевает свою песенку про контейнер, выдумывая слова на ходу. У него такой сильный акцент, что сразу невольно ясно, что он Убе. С исчезающего полуострова Убисун орфография сохранена. Из Мунги. Контейнер, контейнер. Раньше был Вайон Пайнс. Контейнер, контейнер. Теперь забрал Эврар. Дшедушный мужичок так увлечён работой, что не замечает тебя. Угу. Привет. Эврар, 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 Эврар. Он смотрит все. Ага, чем могу помочь, господин? Взгляд его голубых глаз самый искренний из всех, что ты когда-либо видел. Из-за него ты начинаешь чувствовать себя мудаком без какой-либо конкретной причины. Я так смотрю, вы не из профсоюза, господин хороший. Потерялись? Вы же не из этих антистачников. По его добродушному лицу пробегает тень. Да, конечно, нет. Ну, то есть, сам-то я не против. Народ, сами понимаете, какой. Всем надо что-то есть. Он не ждёт вашего ответа. Просто кое-кто из наших не очень жалует этих антистачников. Если вы понимаете, о чём я, господин хороший. Угу. Ты Уби, верно? О, да, родился и вырос в Ираэше, господин хороший. Мамуле пришлось сбежать от папочки. Как он начал руки распускать. Вот мы и оказались здесь, в новом, новом мире. Мне было лет 10, от акцента уже не избавишься. Про Уби рассказывают всякое. Такие вещи касательно овец и прочих животных. И всякого такого. Я просто хочу сказать, ничего подобного никогда не было. Там, откуда я родом. О, нет. Это просто грязные сплетни. Спасибо, что внесли ясность. Что ты делаешь с контейнерами? О, перекрашиваю эти самые контейнеры. Вот такие дела. Чтобы, значит, с крана их было лучше видно. Он машет в сторону взрывающегося за его спиной контейнеров. А, возвышающегося за его спиной контейнеров. Что тут происходит? Посмотреть на возвышающийся за его спиной гору контейнеров. Что? Хренеть. Вот это я недоволен. Максимально. Контейнеры на площадке выкрашены в зеленые цвета Wine Pines, а у Лео за спиной в красные цвета профсоюза. Как будто какая-то красная инфекция расползается из центра площадки для контейнеров. Похоже, эти цвета профсоюза покрыты... Похоже, цветами профсоюза покрыты цистерны. Угу. А что внутри красных контейнеров? Ох, не знаю, господин хороший. Говорят, какие-то хихимикаты. Кажись, на многих есть этикетки. Угу. Лео, а как-нибудь... А кто-нибудь объяснил тебе, зачем перекрашивать контейнеры? Да нет, не то чтобы. Он пожимает плечами и радостно продолжает. Господин Эврар мне на все важные вещи... Не все важные вещи доверяет. Говорит, тебе скажи, а ты потом на каждом углу раструбишь. Хм. Это довольно масштабная операция, Ким. Да, они скрывают это своими... За своими воротами. На каждом красном контейнере логотип профсоюза дебордеров. Понятно. А где все остальные? В порту никого нет. А, почти все ребята у ворот соследят, чтобы антистачники не пробрались внутрь. Он наклоняется вперед, будто делится секретом. У нас забастовка у всего профсоюза. Когда ты бастуешь, работать не надо. Ха, мы уже два месяца не работаем. То есть никто не работает. Там у ворот, конечно, не все, хмыкает он. Господин Эврар, как всегда, в своем офисе. А Жан-Люк охраняет ворота. Он задумывается. А вот Тит и его парни взялись по пьяни... Вязались по пьяни в какую-то заварушку. И Эврар отправил их в отпуск погулять. На недельку или вроде того. Он замолкает, но по его виду ясно, что он хочет поделиться подробностями. Угу. В какую заварушку ввязались этот Тит и его друзья? Ох, мне вообще нельзя про это говорить. Это дела профсоюза. Он улыбается и наклоняется к тебе. Он и его парни заварили какую-то кашу в городе. Значит, наверное, напились сильно и в драку влезли. Или еще чего. Я слышал, как господин Эврар говорит им, чтобы отдохнули немножко. Угу. Ну что именно они сделали? Наверное, парни разошлись чутка и решили выпустить пар. Подробностей я, правда, не знаю. Парни они такие, понимаете ли? Снова хмыкает он. А я вот не дрался со средней школы. Притормози. Притормози, Лео. Сосредоточимся на парнях Харди. Он обворачивается к тебе, ища поддержки. Погляди на него. Толку от него не добьешься. Даже не пытайся. Просто плыви по течению. Разошлись чутка. Лео, в какую драку они ввязались? Это они убили наемника? Слишком поздно. Губы Лео продолжают двигаться. Слова продолжают лететь потоком. Слова, слова. И поглядите-ка. Еще слова. Этот парень может продолжать в том же духе до морковника. До морковкина загорения. Что бы это ни значило. Теперь он рассказывает про какого-то пьяного владельца лесопилки. А нет, переключается на дорогую удочку, которая у него когда-то была. Знаешь что? Пора прервать его парочкой вопросов. Понятно. То есть ты здесь работаешь. Да, да, всем нужна работа. А это стала быть моя. Я, кстати, Леонард. Леонард Белик. Но все зовут меня Лео. Он поднимает руку в приветственном жесте. Я вроде как у господина Эврара правая рука. Господин Эврар уезжает. А когда господин Эврар уезжает, то я у господина Эдгара правая рука. Усмехается он. На самом деле правая рука мисс Бафор только женская рука. Потому что она дама. Он снова добродушно усмехается. Кто такая это мисс Бафор? Лейтенант поднимает глаза налево. Очень ладная дама. Кожа у ней как у конфетки Доус Сюкре. Которые моя благоговерная так обожает. Их так приятно пососать после ужина, когда мы вдвоем садимся послушать радио. Но я не могу слушать радио весь день. Здесь столько всего надо делать. И я все время занят. Все кручусь. Такие-таки дела. Сосредоточиться на мисс Бафор. А что за мисс Бафор? А, Лизия. Она настоящая умница-разумница. Господин Эврар отправлял ее учиться в какую-то модную школу на восточном берегу. Ее 4 года не было. А когда вернулась, стала вся из-под себя модная и адвокатская. Очевидно, что он уважает этот мир. Ну, она милая девчушка. Выросла в наших краях. Все знает и со всеми уживается. Когда-нибудь, значит, станет настоящим столпом общества. Это точно. На некоторое мгновение его глаза наполняются грустью. Он продолжает. Если бы у меня и моей благоговерной был ребеночек, я был бы счастлив, если бы он был похож на нее. Но жена не может иметь детей. Это как доктор Леметер сказала, значит. А она в этих делах разбирается. Она уже 50 лет докторствует. Такие дела. Он вздыхает и затихает, глядя на тебя своими кроткими, пронзительно-голубыми глазами. Значит, Эврар натаскал адвоката по имени мисс Бафор. Интересно. По-моему, ты отлично справляешься, Лео. Да, кажется, тут все работает как часы. Продолжай в том же духе, Лео. Улыбается лейтенант тщедушному мужичку. Огромное спасибо. Приятно от вас такое слышать. Ты не думал, что такое вообще возможно, но улыбка становится еще шире. Иногда мне кажется, что некоторые не понимают, как я тут для них вкалываю. Но вы, ребята, ничего. Белый прямоугольник на твоей форме, возможно, немного не выглядел. Немного, значит, Мартинезе. Но признание его заслуживает офи... Его заслуг официальным лицом чрезвычайно порадовало Лео. Так, сохранимся. О, здрасте, господин хороший. Я так и знал, что вы еще вернетесь поговорить со стариком Лео. Так и знал, да. Прям как с баней, которую открывали в подвале леди Лериш. Она всегда говорила, они только на два шага отойдут, а им уже вернуться хочется. И много народу, правда, возвращалось. Такие дела. Это ты тут, Лео, который написал записку, что нужно сделать больше плакатов? О, да-да, с готовностью отвечает он. Я сам себе много записок оставляю. Голова-то уже старая, много в ней не держится. Я и про борщ чуть не забыл. А что за борщ? А, да я ношу ребятам особый борщ из танцев каждый день с тех пор, как началась забастовка. Он весело хмыкает. Это мировой суп. От него становится тепло и хорошо. Он широко улыбается и покачивает головой. Каждый раз, когда после обеда я чувствую, что могу разобраться даже с огромными псами господина Ринадина. Мощный, однако, борщ, да? Никогда не слышал, чтобы борщ превращал тщедушных мужичков в победителей огромных псов. А вот алкоголь. А что ты имеешь ввиду, когда говоришь, носишь этот суп ребятам? Он для бастующих? Да-да, я им его и ношу. Борщ поддерживает их бодрое настроение и боевой дух. От него внутри становится так тепло. А готовят его в танцах в тряпье. Погоди, а кто в танцах его готовит? О, ихний повар. Он готовит. Они все время болтают с господином Маньяной на странном наречии и хохочет. Он по-прежнему, он по-нашему-то не говорит. Он из Града. Похоже, в этот борщ что-то добавляют, и я выясню, в чем дело. О, конечно, конечно. Какой разговор? Кивает тщедушный мужичок. Так и сделайте. Да-да. А что в том контейнере? Указать на контейнер, подцепленный краном. А, в этом? Он смотрит на контейнер. Он вроде пустой должен быть. Зачем много контейнеров, в которых ничего нет? Они просто ждут загрузки. А я вам говорил. Я разыскиваю председателя профсоюза докеров. О, так вам, значит, нужен господин Эврар. Он расчудесный парень. Просто до ужаса расчудесный. Он и его брат оба расчудесные парни. Жители жили туточки всю жизнь. Прямо в наших краях. Он откашливается и продолжает. Ребята такие, как господин Эврар и господин Эдгар. Его, значит, брат. Они отличные. Они отличные. Сделали Мартина с таким, каков он сейчас. Господин Эврар и господин Эдгар. И я, мы все в одну школу ходили. Да, когда были ребятишками. Полегче, Лев. Я просто хочу узнать, где мне его найти. О, господин Эврар там же, где и всегда. В своем офисе, значит. Он указывает на два соединенных контейнера справа. Но вам надо бы поторопиться, если хотите его заставить. Он обычно уходит около десяти. Ага, но я уже не успею. Потому что сейчас вот-вот еще минуту и десять. За огромным столом выседает человек размером с моржа. Он отрывает взгляд от работы и смотрит на тебя с намеком на удивление. Он с величайшим трудом выпрямляется в кресле. Но не говорит ни слова. Просто пристально смотрит на тебя. Угу. Чем я там опять? Вы руководите портовыми рабочими. Добро пожаловать, господин Дюба, господин Китсураги. А, Дюбуа. Как приятно, что вы заглянули. Прошу, присаживайтесь. Он указывает на крошечный стульчик напротив своего огромного стола. Мое имя Эврар Клэр. Я возглавляю профсоюз Дебордеров Мартинеза. Он расслабляется поудобнее и устраивается в кресле и продолжает. Я бы пожал вам руку, но, к сожалению, здоровье не позволяет мне встать. Надеюсь, вы не в обиде. Вы понимаете? Он, похоже, устроился с большим комфортом. А вот крошечный складной стул выглядит как орудие пыток. Прошу, детектив. Лейтенант кивает сначала тебе, а потом на стол. Он считает, что от этого человека ничего хорошего ждать не стоит. Я сделаю, что смогу. Забудь об этом. Что это за фигня с Дюбуа? От этого имени исходят какие-то недобрые вибрации. Почему вы называете меня господин Дюбуа? Прошу, господин Дюбуа, давайте общаться цивилизованно, как равные. Присаживайтесь, я настаиваю. Окей. Превосходно, господин Дюбуа. Теперь я вижу, что вы благоразумный человек. А благоразумные люди могут оказаться очень полезны друг другу. Он лукаво подмигивает тебе. Подмигнуть в ответ. Итак, в чем глава профсоюза Дебордеров может быть полезен? Представитель Ревошольской гражданской милиции. Ой. Этот стул должно быть... Должно быть самый неудобный на всем белом свете. Он просто измывается над твоим задом. Кстати, я слышал, что некий Лоуренс Гард оказал вам не самый теплый прием. Увы, некоторые понятия не имеют, что такое хорошие манеры. Вот это поможет решить проблему. Он указывает на необычный чек на столе. Он просто до смешного огромный. Этого должно хватить, чтобы на несколько дней покрыть ваши расходы и разрешить недоразумение с управляющим. Берите, берите, берите. Он снова указывает на чек. Ого, 25 риалов. Хорошие деньги. Тебе они нужны. Так вы знаете Гарта? Да, я знаю Лоуренса. Тот еще персонаж. В нем нет ничего профсоюзного. Этот парень непростой фрукт. Он ухмыляется и снова на чек указывает... Он ухмыляется и снова на чек указывает свой. Вы будто в постановке. По крайней мере... Не благодарите. Так, а вот тут я подумаю. Подождите. Ну, не знаю. Ну, не будем брать эту взятку. Хорошо, хорошо. Я уважаю людей с принципами. Нет, значит нет. Он скрещивает руки на своем толстом животе и еще глубже проваливается в кресло. А теперь мне хотелось бы успокоить вас по поводу потерянного пистолета. Позвольте заверить, профсоюз занимается этим буквально прямо сейчас. Ваш потерянный пистолет разыскивает мои лучшие щеки. Ты видишь, как двигаются его похожие на жирные слизни губы. Ну, слышишь, только потерянный пистолет, потерянный пистолет, потерянный пистолет. Собака. Весь мир поглотила черная дра страха. Уцелели только два слова. Потерянный и пистолет. Откуда вам известно о моем пропавшем пистолете? Мне известно все, Гарри. Например, то, что сейчас вы взволнованы. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы же не заряженный пистолет потеряли. Местные детишки не играют с ним прямо сейчас и не приставляют к виску. Он находится в безопасном месте. Я просто уверен, что... Я чувствую, что все будет хорошо. 8% не перкнет, скорее всего. А переигрывать я, конечно, бы заебался. М-м-м-м. М-м-м. 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 Еще минус 2. Получаем 9, минус 2, блядь. Обожаю, блядь, невозможные кейсы. Ну-ка. А если не садиться на этот стол? Потому что у нас дебафит, что пиздец просто. Чучело рыбы, из которого сделаны часы. Угу. Лестница из поддонов ведет вверх. Кофе в этом огромном термосе еще теплый. Так. Я никогда не сажусь, это не в моем стиле. Хорошо, господин Дебуа. Я уважаю людей с убеждениями. Ага. У меня тоже есть убеждения. Одно из них, не вступать в разговоры с людьми, которые не желают вести беседу лицом к лицу на одном уровне. Если вы еще... Если вы еще вернетесь к более разговорчивому настроению, я с радостью поддержу разговор. А до тех пор, боюсь, мне придется попросить вас уйти. Ага. Окей. Отлично, господин Дебуа. Я вижу, что ты рациональный человек. И рациональный человек. Серьезность. Или скажем, что этот стул жутко неудобный. Итак. Ага, это собака. Ага, это собака. Да, я знаю, Лоренц. Он настоящий персонаж. Нет юнион-мана в нем. А настоящий... Окей, окей. Теперь. Простик-кан. Простик-кан. Ну, скажем, на этот раз я не волнуюсь, все схвачено. Вы в порядке, Гарри? Говорите, все схвачено. Но, кажется, все же будет... Вы все же немного беспокоитесь. Не стоит, все будет хорошо. 8%. Сколько на этот раз? 7%. Я просто знаю это. Я имею в виду, что все будет хорошо. Мистер Дубуа, вы плохо выглядите. О каком господине Дубуа он все время твердит? Что у него на уме? Тебе надо остыть. Расслабься. Мистер Дубуа. Мистер Дубуа. Харри! Так, ладно. Я все же попробую обыграть эту дешевку. Так, супер. За кого этот тип себя принимает? За салагу зеленого? Тебя не волнует ни потерянный пистолет, ни долг по оплате, ни забытое имя. Ты плохой коп, и у тебя на совести наверняка еще больше грязи, чем у него. Откинуться на складном стуле, улыбнуться и скрестить руки за спиной. Толстяк делает то же самое. Откидывается в кресле настолько, насколько позволяют законы физики. Кажется, ему нравится эта сцена. Отлично. А теперь разыграйте карту коррупции. Послушайте, Эврар, приятель, мы же с вами знаем, как устроен этот мир. Это точно, Гарри. Что бы о нас ни говорили, мы оба бойцы. Этому бойцу не помешал бы более удобный стул. Кстати, отличная выдумка со стулом. Прекрасный способ не дать своим гостям расслабиться. Благодарю. Всегда приятно, когда один профессионал высоко оценивает работу другого. Вот оно теперь, последний стрих. Достойный ответ. Благодарю за гостеприимство. Можете навестить меня в участке в любое время. Вы кажетесь разумным человеком, Гарри. Мне нравится. Это качество в служителях закона, улыбается он. Перейдем сразу к делу. Чем Эврар Клэр может быть вам полезен? Думаю, мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Верно, детектив? Похоже, лейтенант сыт происходящим по горло. Ни при каких обстоятельствах не начинайте с вопросов про пистолет. Иначе он подумает, что ты напуган. Ага. Не хотите спросить меня, как я здесь оказался? Гарри, произносит он почти нежно. Честно говоря, я просто рад, что вы заработали грыжу. Не заработали грыжу. Человек в вашем возрасте... Я тоже удивлен стойкостью и атлетичностью инструментария своего организма. Хм. Он осматривает тебя с головы до ног поверх очков. Иногда я рассказывал... Когда я вам рассказывал о потерянном пистолете, вы действительно выглядели, как будто сейчас упадете и умрете. Как бы там ни было, я уверяю вас, что я очень хорошо информирован. Информация появляется у меня даже раньше, чем я успеваю ее запросить. Ага. Понятно. Вы назвали меня господин Дюбюа. Почему? Конечно, к чему излишние формальности? Можете назвать меня Эврар, а я буду назвать вас Гарри. Так тебя назвал труп повешенного, Гарри. Так это и в самом деле мое имя? Боги, так это правда. Я не хотел в это верить, но вы действительно коп, потерявший память. Как в научно-фантастическом романе, он пожимает плечами с выраженным крайне удивление на лице. Бывает же такое. Думаю, такое бывает. Он смотрит на тебя. Крайне редко. Возможно, следует скрыть свое замешательство. Неплохо бы сперва выяснить, что у него на уме. С моей памятью все в порядке, я просто вас проверял. Рад это слышать, Гарри. Видимо, мои источники ошиблись. Он похлопывает полежащие перед ним на коричневой папке. Тем не менее, если бы у вас были проблемы с памятью, я мог бы вам помочь посредством вот этой пухлой папочки. Слова медом сочатся из его уст. Видимо, до него уже дошли слухи. Неважно, ничего страшного не случилось. Это просто коричневая папка. Ты не можешь прочесть, что на ней написано. Вы хотите сказать, что заполучили наши внутренние документы? Лейтенант смотрит на Эврара поверх очков. Господин Китсураги, прошу вас. Он не отрываясь смотрит на тебя. Мы с Гарри в данный момент обсуждаем его потерянную личность. Вы сразу к папке не переходите. Не слишком это мудро. Нервозность выдавайте сперва. Разведайте, что к чему. Откуда у вас эта папка? Вот это? Он захлопывает папку. Мои друзья из вашей организации мне ее передали, Гарри. В переводе это означает Ха-ха, вы, ребята, взяточники. Мне это кажется весьма подозрительным. Могу я взглянуть? Боюсь, это только для членов профсоюза, господин Китсураги. Вы же понимаете, он снова оборачивается к тебе. Прошу, продолжайте, Гарри. 72, скорее всего, перкнет хорошо. И что там сказано о том, какой окоп? Что ж, Гарри, он переворачивает пару страниц. Если описывать одним словом, я бы сказал оправдывающийся. Прошу прощения. Вот-вот, он изучает тебя через очки с невероятно толстыми линзами. Это вы постоянно и повторяете. Но сейчас для этого нет причин. Расслабьтесь и будьте с собой. Давайте внесем ясность. Мое полное имя. Гарри. Он заглядывает в папку. Гарри Дюбуа. Как Дюбуа ты вполне себя ощущаешь. А вот как Гарри нет. Странно. Дюбуа мне не подходит, а вот Гарри нет. Мое имя длиннее. Хотя нет. Ладно, в принципе с этим можно работать. А мне можно работать с вами, Гарри. Он поднимает указательный палец. Итак, чем я могу быть полезен? А вы знаете что-нибудь о моей семье? Ну там, дети, жена. Семья? Гарри, вы не семейный человек. Здесь нет ни слова о семье. Возможно, конечно, вы считаете себя семейным человеком. Как думаете, похожи вы на семейнина Гарри? Я думаю, да. Мне кажется, я был бы прекрасным отцом. Ну да. Он безо всякого интереса оглядывается по сторонам. Я уверен, однажды какой-нибудь мальчик или девочка будет гордиться вами, Гарри. Ага. Так, ну и что, драму кастуем? Ох, 72. Опасно. Блять. Огромные руки Эврара закрывают папку, но на его лице написано «Я знаю тебе все, Гарри». Сука, цыбака жирная. Итак, ну попробуем. Еще разик. Вы пытаетесь разглядеть папку, но Эврар закрывает ее, поглаживая ладонью. Он прячет папку, потому что она не из РГМ. Это просто одна из тех коричневых папок, что были в карточке. Хм, эта папка не из РГМ. Ладно, Гарри, вы меня поймали, ухмыляется он. Она из бюро переписи населения, они из РГМ. Люди из бюро – жуткие взяточники, вам следует ими заняться. Он узнал ваше имя в бюро переписи населения, а все остальное от свидетелей событий в Мартинезе. Да-да, господин Китсураги. Из бюро переписи я так и сказал. Он выглядит раздосадованным. Вообще-то я очень занятой человек. Могу я еще чем-то вам помочь, Гарри? Это означает, что он на самом деле ничего о тебе не знает. Ага. Жаль, твоя тайна пока остается тайной. Так, бюро переписи населения утверждает, что мое имя Гарри Дюбюа? Да, именно это я и сказал. Попытайтесь уследить за нитью разговора. Сменим тему. Угу. Что находится в контейнере снаружи? Дорогой мой Гарри, в этом порту миллион контейнеров. Я не могу знать содержимое каждого. Угу. Этот особенный. Он был прикреплен к крану Квалсунд. Гарри, красноречивый высокий сын. Говорит он с доброжелательной улыбкой. Время это бесценный ресурс, которого мне не хватит, чтобы пересчитать вам все контейнеры. Красноречивый может использовать красноречие, чтобы убедить его открыть контейнер, стоит хотя бы попытаться. Угу. Я расследую ваше подозрительное варево. Я не понимаю, о чем вы, Гарри. Подозрительное варево? У меня под началом столько всего, что я не могу следить за каждой мелочью. Знаете что? Вообще ничего мне не говорите. Делайте, что хотите. Удивите меня. Внезапно тон его меняется. Один момент. Если вы сможете, сделайте это еще более подозрительным. Угу. Не знает он и вправду, о чем идет речь. Знает и знать этого не хочет. Угу. Давайте поговорим о повешении. А, ну конечно. Это ведь ваша главная задача. То, зачем вы в Мартинезе, кивает он. Я знаю обо всем, что здесь происходит. И буду рад вам обсудить это с вами. Ведь это не секрет, что линчевание связано с забастовкой. Столько всего надо рассказать. Честно говоря, это все зависит, висит на мне тяжким грузом. Я понимаю. Вам нужно меня опросить. Но. Но есть одна вещь, которая не дает мне спать по ночам. Я хочу поговорить о повешении. Если бы только мы могли спокойно побеседовать. Обменяться информацией. Мы бы от этого дела камня на камне не оставили. Да, звучит неплохо. Медленно кивает, отвечает лейтенант. Давайте. Но я не могу нормально соображать, когда надо мной все это висит. Он вдруг бьет себя ладонью по лбу. Вы ведь офицеры полиции. У меня есть безумная идея. Полицейские ведь настоящие машины по открыванию дверей. Вы в этом невероятно талантливы. Несколько дверей за свою жизнь я открыл. И я уверен, блестяще справитесь с этой задачей, Гарри. Здесь на этом деле нет ничего сложного или подозрительного. А почему бы вам самому не открыть эту дверь? Гарри, я очень занятой человек. И это еще более важно. У меня нет ваших электроординарных физи... Экстраординарных физических способностей. Он дыряет кулаком о кулак. Вы выглядите так, будто можете бегать весь день без остановки. Вы хотите дать кому-то понять, что полиция в ваших руках? Повторю, господин Китсураги, я очень-очень злитой человек. И поэтому мне иногда требуется помощь извне. Он снова оборачивается к тебе. Итак, Гарри. А что за дверь? Да так, одного любителя постучать. Он там живет. Вам не о чем волноваться. Что имеете в виду? Болтливый любитель громкого стука. Когда такие проныры думают, что их никто не видит, то начинают дурить. Он снимает очки и протирает переносицу. Просто отправляйтесь туда, откройте дверь и ставьте ее незапертой. Это на меня так давит, Гарри. Я просто хочу положить этому конец и обсудить с вами важные дела. Он снова надевает очки. Уверен, вы даже ничего не знаете о повешении. Гарри, мой дорогой друг. Он еще глубже утопает в кресле. Меня не зря называют местная большая шишка. Я знаю обо всем, что происходит в Мартинезе. Черт, ладно, я займусь этим. Нам нужно поговорить об убийстве. Потрясающий друг мой. Просто скажите мне, когда все будет сделано, и наша дружба перейдет на новый уровень. Он пощелкивает пальцами. Ключ можете забрать у Маньяны. Он стоит у ворот. Маньяна в профсоюзе вроде свободного агента. Отвечает за спецоперации. Специалист до мозга костей. И настоящий вольнодумец. Он укажет вам точное расположение двери. Клэр улыбается. Явно довольный тем, как прекрасно все спланировал. И последнее, Гарри. Просто откройте дверь. Вам не нужно заходить внутрь или делать что-то еще. Я просто хочу, чтобы любитель постучать вернулся домой и увидел открытую дверь. Угу. Ладно. Давайте поговорим о пистолете. Да, ваш потерянный пистолет. Он становится серьезным. Этим занимаются мои лучшие сотрудники. Они перевернут... Да, и ни старушки, ни дети не пострадают. Ваш пистолет найдется, Гарри. Будьте уверены. Он подмигивает тебе. Понадобится только время и некоторые усилия. Кажется, единственный способ найти пистолет это работать с эвраром. Возможно, он даже держит твое оружие в заложниках. Угу. Погоди, а может он держит мой пистолет в заложниках? Я не поддамся на пистолетный шантаж. Хе-хе. Ну, про заложника, окей. Кто знает, ясно одно. Если будешь с ним сотрудничать, получишь свое оружие назад. И это сотрудничество, возможно, единственный способ его заполучить. Я не поддамся на пистолетный шантаж. Гарри, Гарри, я просто пытаюсь проявить такт. Потерянный пистолет это опасная вещь. Я не могу позволить, чтобы его таскали по району. И вот он внезапно становится очень серьезным. Дети могут играть с ним в рулетку прямо сейчас. Он может попасть в подростковую банду. Возьмите себя в руки, Гарри. Уверяю вас, мы тоже занимаемся поиском пропавшего табельного оружия. Лейтенант переживает по поводу пропавшего пистолета и считает, что твое небрежное отношение к его поискам определенный и прискорбный факт, который выставляет РГМ в не очень выгодном свете. Превосходно, господин Китсураги. Это превосходные новости. Он хлопает в ладоши. Похоже, у нас наметилось дружеское состязание по поиску пистолета. Ну ладно. Продолжим разговор позже. Минутку. Он открывает выдвижной ящик и достает оттуда пластиковую карту. Это чтобы входить и выходить через ворота. Спасибо, а то я думал, как мы отсюда выберемся. Вот теперь вы один из нас. Настоящий красно-белый человек из профсоюза. Берегите себя, Гарри. Ага. Но с Китсураги мы уже побеседуем в следующей серии. Он хочет подвести итоги дня. Вот с этим мы пока торопиться не будем. Так что на этом мы закончим. Я благодарю всех за просмотр. Хорошего вечера, доброго дня, сладкого утра и вот это все. Пока-пока.